Все свое ношу с собой. Именно этим принципом должны руководствоваться все автолюбители. Теплое время года – самый активный сезон для автоворов. Буквально каждый день полицейские фиксируют очередной случай хищения сумок, ценностей или техники из автомобилей. Недавно ивановские правоохранители задержали преступную группу, занимавшуюся подобными кражами. Своих жертв они выслеживали у детских садов. У нас был случай, когда потерпевшая обнаружила пропажу своей сумки, только приехав к себе на работу. И когда поняла, что ей на сотовый телефон приходит смс-уведомление о том, что с ее банковской карты списываются денежные средства. Потому что банковскую карту она хранила вместе с пин-кодом. Виктор уже становился жертвой автоворов. Однажды из его машины, предварительно разбив стекло, вытащили мобильный телефон. С тех пор ценностей на видном месте он не оставляет, даже если выходит из авто на минутку. Я не надеюсь на свою сигнализацию, потому что существуют сейчас такие приборы, которые скрывают сигнализацию. И все равно можно украсть из автомобиля какие-то ценные вещи. Даже с сигнализацией. Желательно лучше все ценные вещи, когда выходишь из машины и идешь домой, забирать все с собой. Регистратор, радар, навигатор и подобные вещи. А это лидер Ивановского движения тюнингованных автомобилей Константин. И его воры стороной не обошли. Сигнализация не помогла. Машину аккуратно вскрыли и подчистую вытащили все, что представляет хоть какую-то ценность. Ни куртки, ни документов в бардачке, ничего нет. То есть я пустой. Ни паспорта, ничего. Ну, вызвал ГАИ. Поговорили. Обратился в ближайший отдел. Писал заявление, все как полагается. Ну, на самом деле, вся эта ситуация, она впустую прошла, ни к чему не привела. В итоге я ездил, восстанавливал все документы. Там ждал по три месяца, чтобы мне установили права. Ездил со временным паспортом. Ну, и очень неприятная ситуация была. Чужой пример автолюбителям должен стать хорошим уроком. Богатством в виде навигаторов, антирадаров или регистраторов дразнить злоумышленников не стоит. Неоднократно бывали случаи, когда злоумышленники вытаскивали сумки из автомобилей, стоявших на светофоре или попавших в пробку. Водители, как правило, этого даже не замечают. Нелишним из соображений безопасности перед началом движения будет блокировать двери в машине. Полицейские отмечают, статистика раскрытия таких преступлений невелика, потому что во дворах, как правило, не установлены системы видеонаблюдения. Свидетелей тоже не найти. Сложность заключается в том, что преступления совершаются в том числе и в ночное время суток. И не всегда автовладельцы могут сообщить оперативно о случившемся преступлении. Чем быстрее об этом узнают органы правопорядка, тем, естественно, быстрее будут приняты меры, тем проще будет задержать злоумышленников по горящим следам. Тем не менее, по каждому случаю автоворовства необходимо обращаться в полицию, чтобы злоумышленники, которые, как правило, совершают целую череду краж, были найдены. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.